Допустим, с исходными 100 семью предикторами, без device. Находим табличку Test of Equality of Group Means. И смотрим на то, какие здесь остаются значимые. Я перенес эту таблицу в Excel, и желтым я пометил те предикторы, которые вроде как значимы, но на самом деле в итоговую модель входить не должны. Вот предиктор, который их значим, и который должен войти в итоговую модель. Посмотрим на его коэффициент. Коэффициенты 53 и 58. В итоге выше реальной модели 39 и 41. Это происходит за счет того, что существуют многомерные связи и взаимодействия между предикторами и зависимой переменной. Убирая или добавляя в систему предикторов какой-то один, мы, скорее всего, сильно или не очень повлияем на значение коэффициентов исходных предикторов. Поэтому очень важна именно система. Это то же самое, что и в регрессии. Поэтому очень важно убедиться, что в вашей модели находятся только значимые предикторы. А это надо делать либо вручную, либо процедурой Stepwise. Причем, поскольку у нас есть миссинги, чтобы убедиться, что наша модель окончательная, надо убедиться, что при новом запуске нету отсева переменной. И только эту модель мы можем считать такой, на которой можно остановиться. Зачем нам нужен Bootstrap? Затем, что, как мы видели, даже если предиктор значим, может оказаться, что его коэффициенты проходят через 0 по доверительным интервалам. Значит, его тоже все-таки нужно удалять. То есть, значим предиктор на нашей выборке. Но если мы возьмем какую-то часть нашей выборки, что и делает Bootstrap, и размножим ее, может оказаться, что предиктор через 0 проходит, то есть незначим. Такие предикторы нам тоже не нужны, потому что предикторы такие делают модель неустойчивой. И, наконец, использование Selection Variable. В данном случае RAND позволяет нам проверить качество нашей модели на данных, на которых модель не строилась. Это очень важно. Итак, три составляющие качественной модели. Bootstrap, Stepwise и Selection Variable.